Всем доброго времени суток. В 93-м году на Turbo Duo вышел файтинг про короля монстров. Он был достаточно хорош. Настолько хорош, что я его даже в свой личный топ-10 файтов 93-го года включил. А 9 декабря 94-го года для Super Famicom вышел сиквел с подзаголовком Kaiju Daikese. Давайте же взглянем, смог ли на этот раз король монстров удержать планку качества. Итак, в отличие от предыдущей игры, у нас теперь четырехкнопочное управление. Кнопок ударов у нас две, слабо и сильно соответственно. При этом у монстров также остались дополнительные приемы по нажатии в сторону с кнопкой. Правда, как правило, в воздухе. Например, если мегалоном в прыжке нажать сильный удар, он сделает апперкот. А если вниз и сильный удар, то пинок ногой. Захваты вернулись, и здесь они вынесены на отдельную кнопку. По ее нажатии монстр попытается схватить врага. Когда они сцепятся, вы можете сделать спецбросок или мощный спешл. Чтобы выйти из захвата, надо быстро мешать по кнопкам. Приемы из таких захватов наносят очень большой урон. Поэтому играть на близких дистанциях нужно очень осторожно. Четвертая кнопка отвечает за дэш. Нажимая в сторону с этой кнопкой, можно быстро передвигаться по экрану. Если же просто дважды нажать на эту кнопку, то ваш монстр сделает свой фирменный рев. По сути, это как бы дразнилка. Видите вот эту шкалу под лайфбаром? Это шкала стана. Она накапливается по мере получения урона. И постепенно падает сама по себе, если вас не атакуют. Так вот, сделав дразнилку, можно увеличить у врага эту шкалу. Выбитый в стан монстр тут же падает на пол, где его можно побить. Как вы заметили, шкала энергии с прошлой игры пропала. Теперь вы вольны делать ваши спешлы сколько душе угодно. Зато появилась шкала гнева внизу. Она накапливается по мере того, как ваш монстр получает урон. И когда накопится, монстр будет подсвечен красным. Это дает вам возможность сделать свой супер, который почти у всех делается одинаково. Вперед, вниз, назад, вперед и сильный удар. Исключением является только Мотра, но о персонажах чуть позже. Монстр будет разгневан до тех пор, пока не закончится раунд, пока он не сделает свой супер, или пока его не выбили в дизель. Комбо-системы, как таковой, в игре нет. Но можно успеть иногда тяпнуть врага, пока он падает на землю. Как видите, боевая система является доработанной боевкой из предыдущей игры. Управление при этом очень хорошо сделано. Сами монстры отзываются на команды беспрекословно. Но при этом, будучи гигантскими тушами, их движения не сказать, чтобы прям... мгновенные. Чувствуется их вес, так сказать. При этом, не сильно влияя на геймплей и динамику. Режимов в игре по-прежнему всего два. Зато теперь в одиночной игре можно играть и за других монстров. Правда, их общее количество все равно понизилось. За пропажу дубликатов, вроде нескольких Меха Годзил или Меха Кингидоры, я как-то не переживаю. Однако, мы здесь не досчитались Баторы, Родена и Хидоры. Зато дали поиграть Мотрой. В игре три уровня сложности и три босса. На легком уровне, после победы над всеми играбельными монстрами, перед вами появится Меха Годзилла 2. На среднем, это будет уже СУПЕР Меха Годзилла. А если играть на сложном, то после СУПЕР Меха Годзиллы будет битва с Атрагоном. Сама сложность прохождения при этом довольно высокая. Комп даже на норме будет вас довольно беспощадно давить. Особенно берегитесь его на близкой дистанции. Если он вас схватит, то тут же проведет бросок, и вы этого даже не заметите. Теперь о персонажах. В одиночном прохождении дается выбор из восьми монстров. В мультиплеере есть еще вторая Меха Годзилла, а его СУПЕР версии и Атрагон открываются чит-кодами, о которых сообщает сама игра после прохождения. Годзилла играет сопровизительно так же, как и в предыдущей игре. Он бьет своими культяпками и хвостом, а также может пыхать своим фирменным гидрёным пламенем. Единственное, что ему добавили, это возможность стрелять с прыжка. Не слишком сильный боец, единственный нормальный прием у него – это удар хвостом. Ангирус – это боец на ближних дистанциях. Он достаточно низкий, чтобы почти все паэрболы проходили выше него, поэтому он может их не бояться. Но при этом он сам не обладает какими-либо дальнобойными атаками. Кингидора тоже не может похвастаться большой дальностью атак, зато он довольно быстро перемещается по экрану, а его супер позволяет обстреливать весь экран молниями. Гайген вполне комфортно чувствует себя на любой дистанции. У него есть дальнобойный лазер, а вблизи он пользуется руками к руками. Самое опасное у него – это супер, ибо он полностью игнорирует входящий урон и блок противника. Мегалон очень силен на близких дистанциях. Он может кинуть на пол под ноги фаербол и добавить к этому удар сверлящей рукой, а если противник отошел слишком далеко, может быстро сократить расстояние с помощью полета. Мека Годзилла – это дальний спаммер. Лазеры, ракеты, огнеметы – все это предназначено держать врага на расстоянии, ибо в ближнем бою он медлителен и не поворотен. А если слишком прижмет, он всегда может переключиться в режим полета и уйти от преследователя. Биоланте – уникальный монстр, но при этом самый слабый, как мне кажется. Проблема в том, что она, будучи растением, прибита к полу и не может прыгать. Однако она очень опасна на близких дистанциях из-за своих тентаклей, которые могут вылезти прямо у вас перед носом. Ежели вы думаете, что сможете просто сидеть в уголке и не давать ей подойти к вам, то на этот счет у нее есть щит и возможность поливаться ядом на довольно-таки большое расстояние. Ну и напоследок Мотра. Самый уникальный персонаж и, как мне кажется, почти имба. Она может свободно летать без каких-либо ограничений, может ставить перед собой барьер, не пропускающий вражеские лазеры, но при этом усиливающий ее лазеры. Плюс она имеет аж два супера, в одном из которых она, кстати, призывает на помощь Батру. Таким образом, в умелых руках она может чуть ли не круги нарезать вокруг других монстров, особенно Биоланты, ибо та практически не имеет возможности достать Мотру. В чем подвох, спросите вы? Мотра не имеет блока. Вообще. Из-за чего монстры, которые имеют неплохие атаки в воздухе, станут для Мотры реальной угрозой. Например, Супер Гидоры, который, по сути, покрывает почти весь экран, станет для Мотры, можно сказать, смертным приговором. Баланс, ептать! Но даже так, Мотра здесь, по сути, изи мод. К примеру, я только ей смог одолеть Атрагона, и бета-скотина просто летает по углам и обстреливает вас лазерами. Собственно, о боссах. Атрагон, как я и сказал, та еще мразь. Мелкий, летает всю дорогу и стреляет лазерами и ракетами. Мека Годзилла 2, по сути, смесь первой Мека Годзиллы и просто Годзиллы. Хорош и на средних дистанциях, и в дальнем бою. Его супер-версия добавляет дрона с лазерными пушками ему на спину, которого он может повесить почти в любом месте и баражировать вас атаками. Внешне игра выглядит очень даже хорошо для своей приставки. Хуже, конечно, чем предыдущая игра, но тут сказывается ограничение в возможностях железа. Несмотря на это, все, монстры отлично смотрятся. Задние планы также не подкачали. Опять же, хуже, чем раньше, но в рамках возможностей свои системы очень хороши. Тоже можно сказать и про звук. Крики монстров узнаваемы, звуковые эффекты вполне неплохие. Музыка, как и места сражения, также взята из фильмов. И даже несмотря на то, что она немного ремиксована, все равно мотив безошибочно угадывается. Сюжет как такового в игре нет, презентации по сути тоже. Заставки нет, в качестве концовки лишь поверженный босс, до и после боя тоже ничего не показывают. Радует лишь тот факт, что все задние планы имитируют сцены из фильмов, и тот факт, что шкала ярости изображена в виде монстра, которым вы играете. В итоге от меня 7,5 баллов. Игра очень хороша в плане визуала и звука, и играется очень неплохо. При этом игра теперь не ограничивает вас только Годзилой на одиночном прохождении. Даже некое подобие баланса присутствует. Из минусов можно отметить разве что отсутствие некоторых монстров, сломанную сложность боссов и практически полное отсутствие презентации. Фанатам Годжи играть обязательно, остальным стоит присмотреться. Эта игра вполне неплохой эксклюзивчик для Super Famicom. Ну а у меня на сегодня все. Пишите комментарии, что думаете об этой игре, рассказывайте о канале друзьям. Всем спасибо за внимание, до скорых встреч!